Экологическая акция «Чистый берег Оскола» охватила сразу два района Харьковской области – Клупенский и Боровской. После того, как с берегов Краснооскольского водохранилища сошел снег, местные жители увидели неприятную картину. На субботник вышли районные власти, рыболовы-любители, бригады промышленного лова, рыбинспекторы, специалисты лесного хозяйства, члены общественных организаций, а также местные жители Боровского и Клупенского районов. Помощь именно от молодежи очень существенна и в целях воспитания. Я думаю, что они уже и их дети такого не будут делать, как делает более старшее поколение. Кроме этого, на Краснооскольском водохранилище высадился мощный десант курсантов-спасателей. Ребята – будущие специалисты в области экологической безопасности. Место очень красивое, просто нереально, живописное, но люди немножко безответственно относятся к своему отдыху. Я понимаю, что нравится отдыхать здесь, но оставлять такое количество мусора не стоило бы, потому что засоряется водоем, рыба погибает, соответственно, нарушается экосистема нашего города. Во время акции курсантов и студентов факультета техногенной экологической безопасности ожидало практическое задание. Есть возможность показать курсантам, как отбираются пробы для определения качества воды, в частности, Краснооскольского водохранилища. Сегодня мы покажем отбор проб для определения кислорода в воде. Инициировали экологическую акцию «Чистый берег Оскола» активисты общественной организации «Краснооскольская промышленная лига». Рассказывают, рыбаки большую часть своего времени проводят на берегу. Когда заметили горы мусора, решили действовать незамедлительно и подключать к уборке общественность. Мы попытались охватить практически левый берег на расстоянии массовое скопление отдыхающих, не только приезжих, но и местных жителей. В Краснооскольской промышленной лиге говорят, подобные экологические акции на Осколе станут ежегодной традицией. Елена Захаренкова, Юлия Жукова и Денис Губанов. Объектив неделя.